Субтитры сделал DimaTorzok Пытались бы хотя бы по-человечески проигрывали, пытались бы сделать все для победы. Так нет же, блядь, они тупо руинят, потому что они не думают. Ну это ж, что это такое? Заходишь в высокоинтеллектуальную игру, где максимально идет развитие контента, поиграть. А тут, блядь, дебилизм. Что это? Вообще не понимаю, что, как, как это получается, понимаешь? Очень тяжело, очень трудно здесь. Невозможно. Не, эсминчик не под наркотой. Это самое... Зеленые щи варят. Петрухи переборщили с крапивой. И что-то, короче, закумарило. Но это не точно. Это не точно. Это не точно. Это не точно. Но вариант рабочий, скажу тебе честно. На самом деле, сейчас допускаем, знаете, ошибку именно в плане реализации. Нам нужно, чтобы они увязли с кем-то бойцом, и потом только вести огонь. А получается, мы их агрим на себя. И они будут стрелять по нам. И это печальнее. Чем мы развернемся, пока в этого постреляем. Хотя в этого мы уже тоже попадать не будем, нихера. Нихерашки, нихерашки, и попадать мы не будем по этой мордашке. Интересно, когда он поймет, что это дерьмовая идея перестреливаться ему со мной. И лучше бы он в того же Бисмарка стрелял, хотя бы урон бы наносил. Вообще, наблюдать за их эволюцией забавно местами. Тут он целенаправленно идет в нас стрелять. Он хочет убить эсминец. Нахуя? Я не понимаю. Ни разу еще не попал. Но очень хочет. Вот просто очень хочет. Не может. Говорит, силушки нет, говорит, буду эсминец убивать. Похуй то, что за этим эсминцем уже два линкора стоит, блядь. Есть крейсера, третий линкор на подходе. Говорит, буду убивать, говорит. Говорит, надо, говорит, проявить мужество и недюжую стойкость. К слову, живет он пиздец тоже как долго, потому что мои ЕЛК, видимо, киберспортсмены, блядь, нихуя не попадают. Подкручивает им, угнетает их. Ну, хоть развернулся. Осознал. Правда, поздно осознал, но... Тут главное, что эта мысль к нему пришла. Я так считаю. А, Кагир сдох, кстати, у нас. Я даже не заметил. Тут, а подожди, острова какие-то слышу. Слышу какие-то острова рядом. Какие-то, какие-то, какие-то острова. Надо пожарку сейчас на Киеве завесить обязательно. Но это сложнее. Чем кажется. А, не, завесилась. И при этом на корму завесилась. Может, тогда на нос еще или на центр завеситься? Чем черти не шутят-то? Я ведь не хотел идти на точку. Не хотел, не хотел, не хотел. Нам эта точка, конечно, не принципиальна. А вот это кагеровские торпеды, к слову. Вот это уже опаснее. Что-то, блядь, не стрелять. Прикиньте, че. Хотя, чуть не стрелять. Думаю, не советский эсминец, что ли. Ох, союзняки мрут. Мрут, мрут, мрут. Ну, сейчас опять все пойдет по пизде. Ну, басики мои помирают. И хорош. Как говорится, повоевали. Снеговик, здравствуй. Начальника, привет. Может, Гендербургу котним? ПМС. И покажи, пожалуйста, ПМС для Майнса. А то, бедный, давайте, ну же устал просить. Да он вроде не просил. Или просил. Просто я не видел. Значит, плохо просил. Значит, не заинтересован. Значит, не заинтересовано данное лицо в этом всем деле. Герардергросс потопил. Мне, блин, сейчас урона Гнезик вот этот вот больше нанес. Чем вот это все предыдущие стычки с эсминцами, блядь. Гера тут балуется, блин. Неужели сейчас опять в маневр придется уходить? Ну, реально, смотри, у Гнезика в нас летит просто охуеть, как точно, блядь. Ну, конечно. Не подкручено. Просто совпадение. Просто совпадение. А мы что-то на пожар разошлись-то, слухайте. Пожарки прям что-то подпрокали. Мистер Снайпер, блядь. И дотонул. И дотонул, и дотонул. О, и Гнезик окочурился. Нам бы вообще, конечно, подойти на пуск торпед. Пустить торпеды во всю эту чушь. И потом отходить стрелять. В принципе, может прокатить. Здесь вот островок есть. Может, сейчас как-нибудь подвыйдем. Он тем более завязан боем с другими моими противниками. Или даже уже в него, в принципе, нецелесообразно-то и торпеды пускать. Что-то он какой-то помирающий. Умирающий. Вроде нормально он уже встал. О, мрутся юзняки. Ну, в бою три эсминца вражеских, да, живых. Посмотрите, что делают мои крупные корабли. Четыре ебала встали в одно место. Ну, чтобы по торпеды по ним удобнее пускать было, если вы не поняли. Поговаривают так им веселее. Блять, неужели? Прокнул пожар. И прошло и тысячи лет, блять. Не прошло и тысячи лет. Точность, прием. Че снаряды-то все вокруг падают? Уже даже, блять, неинтересно. Это даже неинтересно. Блять, будет ли он на нас зацеливаться? Не будет. Это большой вопросик тоже. Что-то мне подсказывает, что он заметил, что мы сближаемся. Давайте пустим нахуй, но один веер. Сейчас главное, чтобы у него снаряды, не как у гнезика, летели. Чутка похуже. Допустим, на себя мы его заагрим, но нам хп нельзя терять. Почему? Потому что эсминцы надо будет убивать. Потому что, потому что эсминцы это очень муторная тема. С тем учетом, что там Остает, Лонд и Кагера еще, которые нихера не светятся. Нихерашки, нихерашки. А мои крупные корабли выбивают. Я не знаю, если у Кагера я еще знаю, что хп мало, то сколько хп у, блядь, у Иста Йотланда, я даже не представляю. Блять, может попробовать бэбэхи покидать. Вроде горит. Вдруг получше пойдет. Просто нам надо его прям заливать, заливать, быстрее заливать. Да, вроде бы бэбэх получше прямой урон начала давать. Получше, получше. Надо было раньше переключиться, а то, блядь, что-то я закликал. Уж смотрю, вроде в борт нормально так вышли, а все. А все не то, все не то и не то. О, это я сейчас могу цифрами написать и буквами написать. 167 тысяч 962. О, меня сегодня ждет дивный вечер дамага приятных отношений. Да ты посмотри, блядь. По дуракам там стреляли. Где в топе-то с девятками играем? Нигра мы не в топе, даже близко. Двигатель в штатном режиме. Нам 3 километра разрывать по дистанции, чтобы обнаружить эсминца. Потому что Азума уста Йотланда убьет. Либо хотя бы вот сейчас засветим, понять, сколько у этого уста Йотланда. Ну, 7 тысяч. 7 тысяч, 7 тысяч. С учетом Кагера, блядь, может и не хватить на самом деле. Может не хватить. Ну, тут еще обнаружить надо, вот в чем дело. Хотя по очкам почти уже победили. Можно просто тупо не сдохнуть и победить. Ну, у нас 4 фрага. Блядь. Вот как нахуй эта сука у них происходит? Ну, то есть там было ноль уже написано, и я на ноль сошел, блядь. Здрасте, точка и баги ваши с рассинхронами. На ноль же сошел. На ноль, блядь. Было ноль. И она не захватилась. Вот такая штукенция интересная. Ну, уже бой заканчивается. Еще и за сход с точки опыта лишнего не получим. Такой пиздец, блядь. На-е-б-а-ло-ва. Вот это так и называется. 169 в итоге. 1093 урона. Цифра не так красива. Не так, как могла быть. Не, ну хоть победили. Я уже в этом мире, блядь, глобального дебилизма что-то приунывать стал. А так вроде нормаски пошло. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok